Вот что по-настоящему реально, неожиданно для себя, решила девушка. А та дотронулся пальцем до оба девушки и произнес «Не своей дорогой идешь балам». И указал рукой на гору. Это явление называется депортация, то есть через другой канал пространства, переброс собственного пространства. То есть вот это явление, ну, мало тоже изучено, я сразу скажу, что это. Но оно существует. Ну, есть теория, что вот эти инопланетяне, как раз, используют уже давно эту депортационную схему перемещения. У них есть система, они быстро уходят в физический вакуум и выскакивают, как на другой галактике, допустим, на какой-нибудь планете, в какой-то галактике. Просто очень уставший человек, действительно, ну, ее психика таким способом себя подлечила. То есть она в своем воображении перенеслась в то место, где ей комфортно, где ей хорошо, возможно, вошла в трансовое состояние. Ну, такое часто используется, когда мы работаем в гипнозе, например. То есть человеку предлагается вообразить себя в каком-то месте, где он может почувствовать себя таким расслабленным и освободившимся от всех проблем. Очнулась будто от какого-то толчка. Девушка увидела, что по-прежнему находится на рынке. Вокруг никого. Сколько времени она провела в этом месте, и что произошло, бота не понимала. Хотелось пить, к тому же сильно болела голова. Ботагос решила немного пройтись и проветриться, но от усталости и мысли о том, как будет ругаться ее мама, голова болела все сильнее. А ругать меня и вправду есть за что, говорила себе девушка. Товар не продала, племянников из детского сада не забрала, продуктов к ужину не купила. А что, если не идти сегодня домой? От этой мысли Ботти стало страшно и в то же время легко. Как было бы хорошо делать то, что хочется. Девушка присела отдохнуть, и мысли унесли ее прочь от этого места. Ее воспоминания были обрывочными, и, как ей представлялось, не имели никакого смысла. Она вспомнила, что примерно в это же время, в прошлом году отдыхала с подругой на природе. Ей было там очень хорошо. А еще было хорошо в Новый год, когда вся семья ушла отмечать праздник к старшему брату, а ее из-за температуры оставили одну дома, и она несколько дней провела лежа перед телевизором. Внезапно Бота осознала, что спокойных дней в ее жизни, когда она принадлежала самой себе, было очень мало. В основном вспоминались мамины слезы из-за скандалов с отцом, капризы младшего брата и бесконечные обязанности, которыми ее нагружали.